Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня у нас второй выпуск из серии видео про поводу моих дополнительных аккаунтов, ну или по поводу моих второстепенных персонажей, потому что все они у меня личности, как я уже рассказывала, и все имеют свой характер и даже некоторую свою историю. Сегодня речь пойдет у нас о Элизабет Даркмор, это девочка-вампир. Я не знаю, почему я когда-то захотела ее создать именно вампиршей, но зная то, что в ССО можно делать красные глаза, я сказала себе, что у меня должна быть вампирша с такими кровавыми прям глазами, бледной кожей, черными волосами, и у нее обязательно должен быть этот магик. Ну, раньше он постоянно выглядел вот так вот чаще всего, нет, наоборот, он постоянно выглядел вот так чаще всего, поэтому я посчитала, что он идеально подойдет для моей девочки, для Элизабет, просто буду Элизабет ее называть. Вот. Этот персонаж был создан, я даже уже не помню в каком году, но мне кажется, уже года три назад, и я удивляюсь, что ей три года, она десятого уровня, один раз я, видимо, ей не вводила код на семь дней Старайдера, я ее не качала. Она примерно одного же уровня с Эрикой Мунлайт, но, в принципе, они были созданы в одно и то же время, чуть ли не в один день, но Эрикой Мунлайт будет уже в следующем видео по поводу моих аккаунтов, так что сегодня речь пойдет только о Элизабет. Элизабет, она как бы по истории у нее нету какого-то четкого руководства, как она появилась, откуда она, просто сам факт, что это девочка-вампир, обожающая лошадей, и все ее лошади обладают некоторой магической силой. Причем я бы сказала, что лошади не вампиры у нее, но с магией, темной магией вампиров как-то связаны, я даже сама не знаю как, но как-то связаны. Вот, она нашла свое убежище в Морлэнде, но на самом деле я, сейчас дайте подумать, я же придумывала, куда я хочу ее переселить в будущее. Вообще идеально, кстати, если можно будет жить недалеко от замка в осени, а, да, точно, я хотела, чтобы Элизабет, как такой вампир, вампир это замки, да и в принципе, чтобы не постоянно тесниться с кучей людей, все-таки вампиры, но правда она как-то меньше нуждается в крови, чем обычные своего рода вампиры, я не знаю почему. Ну, наверное, давайте будем считать, что это как-то связано с драконием, с камнем, ну, в общем, с магией Пандоры, с камнями, и в принципе, начнем с того, что Юрвик сам по себе очень магическое место, поэтому вампир среди людей, нормальная девочка с красными глазами, никто этому уже не удивляется. В общем, она у меня будет жить в конюшне золотого листа, да, для нее это будет, мне кажется, идеальное место, когда-нибудь она там, глядишь, жить все-таки и будет. Также все остальные персонажи, я не помню, про Дашу Панихом я рассказывала, но нет, Даша Панихом, она так и останется у меня в Морландии, Элизабет сюда, а все остальные персонажи, куда переедут жить, вы узнаете в каждом из их видео. Ой, чем удивительно, я могу сказать даже, в какое время были созданы эти персонажи, если я ничего не путаю, во времена Джоджо Сивы, когда было обновление с Джоджо Сивой, я создала этих персонажей, по-моему, на последней неделе, когда была Джоджо, и успела собрать амуницу, ой, не амуницу, а выполнить задание со смузи, чтобы в питомца получить, купить бантики, получить всякие, ну, давайте сделаем проще. Сейчас пока конюшню показывать не буду, просто покажем, что в шкафу. Да, она была создана во времена Джоджо Сивы, потому что вот, пожалуйста, у нас топ Джоджо, штаны Джоджо, то есть я успела на нее собрать комплект Джоджо Сивы, не помню, весь или не есть, но сам факт, что он у нее есть. Да, там дальше больше ничего нету, сюда я сложу все, что у меня есть сейчас остальное, пусть пока лежит здесь, я в этом особо не нуждаюсь, так как все мои, чаще всего, второстепенные персонажи, дополнительные аккаунты, шапочка по коду, они не меняют свой внешний вид. Ну, вот точнее, как сказать, вот когда я накопила шиллинги, или по заданию какие-то вещи получила, но, по-моему, здесь все куплено за шиллинги и что-то получено за задание. Как только комплект одежды персонажа был готов, все, я его не меняю вообще, внешность не меняю вообще. Максимум, что я буду менять, это когда обновят модельки персонажей, а я думаю, что их обновят, и я надеюсь, что уже скоро, потому что, ну, действительно, наши персонажи уже не соответствуют лошадям третьего поколения, мы отстаем по графике коням. Вот. То только в этом случае я буду их менять, а чаще всего, все, персонаж готов, он вот как NPC, его изменить нельзя. Что у меня по снаряжению? По снаряжению все очень скудно, у меня есть комплекты Джо-Джо Сивы, зимушки, со дня рождения один комплект есть, потом рождественское что-то, седло благородного ледника, это, да, тоже вот по зиме. А, и вот эти жуткие нагавки Галлопера, я их купила в обязательном порядке, потому что очень сильно хотела их одеть на определенную лошадь, причем даже не на эту, или на эту, я их уже, если честно, уже не помню. Также у меня есть конусы со дня рождения, два комплекта бантиков, которые давались по кодам, насколько я помню. Кстати, что там? Да, по кодам, мне кажется, у нее маловато всего. Тут тоже с дня рождения, с Джо-Джо Сивы, с зимы, вот эти гигантские бантики. Вот, дальше у меня ничего нет, все очень пусто, сумочки несколько штучек, по-моему, да, все это с кода, это я не помню с чего. Ну, мне кажется, тут почти все, что есть, это все с кодов. Зверушки у меня, чтобы вы понимали, на этих аккаунтах Элизабет и Аники, Эрики, ну да, Аника и Эрика, я вам потом объясню. Есть Зимняя Белка, я думаю, уже можно назвать этих игроков Алдами, вспомнят, когда это было, или даже не вспомнят. Потом как раз Плюшевая Радужная Дикая Лошадка, я смогла на этом аккаунте, это, а, это Календарный Зимний Котик, потом Волшебный Соломенный Козел тоже в календаре был, Плюшевый Старшчайн, по-моему, был за задание, Огнетушитель Искринка, это вообще недавняя тема была. И цветы. Странно, я на нее не смогла, что ли, я забыла получить ей смузи? Тут также есть несколько безделушек, но безделушки от нее интересно. Теперь меня волнует вопрос, где мой смузи? А где он? На тебе? Нет. А где? Я потеряла смузи. А может быть, кстати, это и был мой единственный персонаж, на котором смузи не было. Ну, ладно, давайте начнем. Значит, начнем с коней. Давай, вернем тебе магический вид. Изначально я ей сделала Сумеречного Покоя, это вот такая вот началка, она очень сильно мне нравится, и до сих пор, если честно, я ее очень сильно люблю, а с данной кофтой вообще сочетание суперское. И, по-моему, я не помню, покажи глаза. Я помню, что что-то у этого коня было с глазами. Подними мордочку, пожалуйста. А я ничего не вижу. Нет, не красные. Показалось. А, у другого красного коня, у другого и вороного коня были красные глаза, но я решила сделать просто темного. И мне кажется, они смотрятся хорошо. По крайней мере, мне нисколько не было стыдно кататься вот так вот на началочке, пока у меня не появились СК. Чтобы вы понимали, еще пункт такой есть, что вот у нее 94 СК и две купленные лошади. Я не клала на этот аккаунт ни единого рубля. Я не покупала Star Rider ни один раз, ни разу. У нее 10 уровень, и у нее две купленные лошади. Ребята, это за три года, наверное, я все накопила кодами. Постоянно. То есть, вот, Элизабет и еще один аккаунт, они постоянно добавлялись кодами. Выходит код, я их всегда активирую. Не было такого, чтобы я пропускала что-то. Ну, может быть, конечно, было, но чаще всего вот в 494 СК, Магик и плюс еще Умбра. Посчитайте, это сколько? Мне кажется, 2000 СК в общей сумме. Вот. И в какой-то момент как раз так совпало, так совпало. Один раз приезжали, по-моему, магики, но не было Star Rider. Я расстроилась, но как бы что делать, покупать Star Rider сюда и не хотелось. А потом, через год, то бишь уже год назад как раз где-то, или полтора года назад, вышло обновление, когда приехали... А нет. Нет. Было обновление, когда приехали абсолютно все магики. Да, вот как это было. Приехали абсолютно все магики. Впервые в жизни я застала, вернулись вот эти вот магические лошадки. По-моему, это было так. Кажется, да. И как раз дали код на 7 дней Star Rider до этого, по-моему. И вот как раз в среду он должен был закончиться. И у меня хватало СК, и я побежала и купила вот этого магика. Потому что, ну, согласитесь, мне кажется, вампирские глаза и этот вороной конь с красными глазами, с красной гривой, смотрится тоже очень вкусно и, ну, так, насыщенно. Потом у меня накопились СК, причем я не помню, на каком аккаунте у меня сколько СК. Я просто вот сижу, до меня доходит какая-то мысль, я захожу, проверяю и уже думаю, что и как. Так, у меня появилась мысль, что пока была, это первый был приход Умбры, самый первый, то бишь год назад. Я подумала, у нее очень классная внешность без магического облика. Ах, с тобой так поступить нельзя, пока я не сяду. Ну, давайте сядем. То есть, мало того, что конь сам по себе, ну, у меня это конь, он сам по себе очень волшебный, очень магический. Но я не могу сказать, что он идеально с ней сочетается, как с вампиршей. Поэтому я его купила тогда не за магический внешний вид, а за вот эти кровавые кончики гривы и кончик хвоста. Вот ради этого стоило. У меня осталось тогда потом, по-моему, СК 100, что ли, или вообще еще меньше, не помню. В общем, вообще прям бедным-бедным стал этот персонаж. Но как бы бедным его считать нельзя, на нем и так почти ничего нет. Но он обеднел сильно. А потом, как раз кажется, нагавки я смогла купить какой-то раз именно на него. Да. Так, прожимайся, пожалуйста, я хочу. Во. Так что вот эти вот два коня, это просто стопроцентное сочетание вампирской крови, вампирской магии, в общем, магии Элизабет с этими двумя конями. Причем я не могу сказать, что Элизабет, она какая-то злая. Нет, она хорошая, добрая, ну, даже не добрая. Ну, давайте, для примера из серии, возьмите, возьмите, представьте, что она по характеру, наверное, как, если вы анимашник и в курсе, то как взрослый Саски, или как, как его, кто там в Наруто последний, последний паренек, который похож на Наруто и на Саски. Я забыла. Я забыла. Ну, в общем, да, по характеру она такая, вроде не злая, вроде не плохая, но слегка пофигистической точкой зрения. Вот, то есть, если надо что-то кому-то помочь, то она поможет, но именно таким близким друзьям, а по остальному характер, ну, не надо, ее никто не трогает, она никого не трогает. Если кто-то пристает, поднимет бровь и поднимет руку и даже ничего не скажет, просто уедет куда-нибудь на своем магическом вороном коне. В общем, вот такая вот у нее коллекция лошадок. Ну, согласитесь, мне кажется, это то, что нужно. Для нее это то, что нужно. Если когда-нибудь я куплю, что ж такое, если когда-нибудь я на нее куплю Старайдер, я даже не знаю, каких коней ей покупать. Чисто вороных? Ну, тоже как вариант, но может быть, кстати. Я не вижу никаких других лошадей с ней, кроме как чисто вороных. Ну, и то не всех. То есть, к примеру, финскую лошадь я бы ей точно не купила. Я бы ей купила, наверное... А я даже не знаю. Вот что-то хочется ей такого особенного, необычного. То, что я сейчас представляю, кого купить вороного, я вот, честно, не знаю. И вы, может быть, спросите, а зачем тогда покупать на этот аккаунт потом Старайдер? Ну, наверное, чтобы этот персонаж ожил, был каким-то живым, а и смог исполнить свою полную историю, свою сюжетку, которую я ему заготовила, когда создавала ее. Чтобы она жила в осени. Чтобы она, не знаю, была ближе к магии какой-то. И просто как-то, ну, таким отщепенцем, что ли, который с полуодиночка. Я не знаю. В общем, вот такой вот персонаж. И я очень рада, что все-таки решилась тогда их создавать. Потому что имена уже таких вы не создадите. Они заняты мной. Заранее извините, если вы когда-то хотели похожие имена. Ну и, ребят, все произошло в свое время и в свое место. И, кстати, а хотели бы вы видеть какие-то маленькие короткометражки, а-ля, может быть, какие-то, ну, серии, мини-серии, связанные с моими персонажами. Я не знаю, как это можно было бы сделать, но просто идея такая у меня появилась. Почему? Она еще давным-давно появилась. Ради этого они и создавались. Но потом идея пропала. А сейчас, что если бы я снимала коротенькие видосы, какие-то приключенческие, с моей же озвучкой? Если вам такое интересно, то напишите в комментариях, что вы хотите это увидеть и хотели бы это услышать. И ставьте лайки. Ну, напишите комментарий, тогда я буду точно знать, что вы хотели бы хотя бы увидеть мою попытку всего этого. Да. А на этом, кстати, все. Конюшня стоит полупустая. У девочки всего лишь два коня. Очень мало вещей. У нее нету ни макияжа, у нее нету ни единой прически, кроме вот этой родной. Так что на этом все. Девочка она хорошенькая, вампирша. И обладает какой-то своей духовной магией со своими магическими конями. Так что на этом все, я с вами прощаюсь. А в следующем видео будет видео о Эрике Мунлайт. Так что сидите, ждите. И я постараюсь его выпустить как можно быстрее. Возможно, уже на следующей неделе. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. И магических вам ночей.